Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами погрузимся в тайны шашечного эншпиля и рассмотрим две позиции. Позицию легендарного шашиста Василия Сокова и позицию Кириллова. Нет, не того Кириллова, не Юрия Кириллова-грессмейстера, это его однофамилец. Друзья, эти позиции встречаются не очень часто в игре, но их незнание всегда приводит к проигрышу, поэтому их необходимо знать и запомнить раз и навсегда. В моей практике данные позиции встречались, ну, как минимум, три раза. И знание этих позиций помогло мне одержать две победы над горсмейстерами и одну победу над мастером спорта. Так что выводы делайте сами. Эта позиция Кириллова была впервые опубликована в журнале «В шашке» в 1968 году. Белые выигрывают вне зависимости от очереди хода. Ну, давайте рассмотрим сперва очередь хода черных, а затем очередь хода белых. Ну, у черных, в принципе, есть два хода. Либо играть на поле Е3, тогда белые вытесняют черных с нижнего двойника, то есть и надо провести две шашки в дамке. Ну, и черным, ну, на любой ход черных, ну, допустим, на такой ход мы занимаем дамкой пересечения большой дороги и нижнего двойника. И шашки свободно проводятся в дамке, потому что, видите, черная дамка не может занять верхний тройник из-за того, что она тут же ловится, она попадает в петлю и погибает. Если же черная дамка идет на поле С5, тогда снова вытесняем черных с линии нижнего двойника. Видите, снова нет ходов на поля Д6, Е7 и Е8 из-за того, что черная дамка попадает в петлю. Поэтому у черных остается единственный ход дамкой на поле А3. Теперь занимаем большую дорогу и пересечение с линией двойника. Черным надо играть на поле С1 и белые играют СБ4. Теперь черным лучше всего напасть и сделать такую позиционную ловушку для белых. Надо отходить и черные играют на поле Е7. Именно так было в моей партии против одного из мастеров. И в этой партии мне удалось победить. В этой позиции у белых есть два варианта для хода. Либо сыграть ЕД2, либо сыграть ЕФ2. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Один из ходов ведет лишь к ничьей, а другой ход ведет к выигрышу. Ход ЕД2, друзья, ведет лишь к ничьей. То есть черные нападают, надо отходить. И черные играют на поле Е7. Эту позицию мы уже рассматривали в позиции Саргина и позиции Цирика. В этой позиции невыгодна очередь хода. Своеобразный ЦУКЦВАНГ. То есть если очередь хода белых, то черные достигают ничьей. Если же очередь хода черных, то белые здесь выигрывают. Но в данном случае очередь хода белых. Какие возможны ходы? Ну если белые будут как-то ходить по двойнику дамкой, то черные нападают, надо закрываться. И позиция повторяется снова. То есть три раза позиция повторится, будет зафиксирована ничья. Если белые уходят по большой дороге, тогда черные занимают нижний двойник. Ну и выкурить их отсюда уже будет невозможно. То есть когда белые занимают срединные поля, тогда черные тоже занимают срединные поля. А когда белые занимают бортовые поля, то черные занимают поле рядом. И видите, белые никак не могут вытеснить черных с двойника. То есть у них остается единственный ход. Тогда черные занимают большую дорогу и легко достигают ничьей. Если же в этой позиции белые играют АБ6, тогда черные нападают на шашку белых. Надо отходить. Черные снова нападают на шашку С3 уже. И видите, защиты нет. Поэтому следующим ходом черные бьют шашку С3 и достигают ничьей. А в этой позиции, друзья, к победе вел ход именно ЕФ2. Именно так я и пошел в партии против мастера. То есть в этой позиции, видите, в чем суть. Нет нападения из-за того, что есть скрытая петля. Видите, черные обязаны бить шашку и дамку. И затем белые бьют дамку и побеждают. То есть играем ЕФ2. Ну и постепенно шашки белых проводятся в дамке. Тут никаких проблем нет. Белые побеждают. Теперь рассмотрим очередь хода белых. То есть в этой позиции белые играют ЕД2. Именно таким образом. Ну и у черных возможны три хода. Ход дамкой на С5, на Б6 и на Ф2. Рассмотрим их по очереди. Если черные играют дамкой на поле С5, то белые вытесняют черных с линии нижнего двойника. Надо отходить. Ну, допустим, на поле Е7. И белые играют ДЕ3 и легко побеждают. То есть, видите, друзья, на такое нападение мы занимаем большую дорогу шашками и постепенно проводим их дамки. Если же черные играют, ну, скажем, на поле Х4, тогда мы играем ЕФ4. Ну и тоже постепенно проводим шашки в дамке. Тут никаких проблем нет. Если черные в этой позиции играют на Б6, тогда занимаем снова нижний двойник. Ну и здесь черным лучше всего связать шашки белых ходом Б5. Теперь белые играют ЖФ2. Ну и на ход дамкой черных на поле Д8 белые играют именно ДЕ3. То есть, в чем суть в этой позиции? У черных, видите, нет нападения дамки с поля Ж5, потому что белые отходят, ЕД4. Ну, естественно, так играть нельзя. Просто отошли, надо бить, и дамка черных гибнет. То есть, такого хода нет. Если отошли, тогда черным лучше всего напасть дамкой с поля H4. Но белые тогда играют дамкой на поле Е1, то есть в этой позиции. И в дальнейшем белые проводят шашки в дамке. А если черные в этой позиции не нападают с поля Ж5, а сразу нападают с поля H4, тогда в этой позиции отходим именно на поле Ж1. Ну и также проводим шашки в дамке. Тут никаких проблем. То есть, на такой ход можно уже, допустим, Е4 сыграть. Тут проблем нет. Самый сложный выигрыш у белых, когда черные в этой позиции после хода белых ЕД2 играют ЖФ2. Тогда играем дамкой на поле Ж1, вытесняем черных с двойника. Черным лучше всего временно связать шашки белых. И белым надо пойти дамкой на поле Б6. Черные играют дамкой на поле Х4, готовятся к многочисленным нападениям, но белые играют ДЕ3. И в этой позиции у черных есть два варианта. Либо нападать с поля Ф6 на шашки белых, но тогда белые закрываются ходом ЕД4. И на такой ход снова отходим. А после ДЕ7 играем ДЕ5, ну и шашки снова проводятся в дамке. Тут проблем нет. Если же в этой позиции черные не нападают на шашку, а нападают на дамку, тогда отходим. Ну и здесь у черных снова есть два варианта ответа. Либо они играют ДЕ7, либо они играют на поле Х4. Если они играют на поле Х4, тогда ставим дамку на поле ДЕ8. Ну и на ход ХЖ3, видите, такого хода нет, потому что дамка черных гибнет. Единственный ход ХЖ3. Тогда в этом случае мы играем СД4. Ну и постепенно, затем переведем свою дамку в тыл своим шашкам. Лучше всего сделать так. И постепенно проводим шашки в дамке. Тут проблем нет. Если же черные играют на поле ДЕ7, тогда нападаем уже сами на дамку черных. Ну и черным лучше всего напасть на шашку белых. Белым надо точно закрыться ходом СД4. Ну и после того, как черные сыграют, ну допустим, на поле А3, играем ЕФ4. И видите, шашки, они идут вместе, поддерживают друг друга. И тут также проблем не возникает. Также затем лучше всего перевести дамку в тыл своим шашкам. Ну и постепенно белые проводят шашки в дамке и выигрывают. Теперь, друзья, рассмотрим позицию Сокова. То есть, это позиция Кириллова. Здесь белые побеждают вне зависимости от очереди хода. А в этой позиции уже есть разница. То есть, если ход белых, они играют СД2 и сводят позицию к порассмотренным выше вариантам. Мы уже знаем, как здесь побеждать. Если же ход черных, то здесь они добиваются ничьей. У черных есть несколько вариантов для защиты. То есть, в этой позиции они могут сыграть на поле С5, могут пойти на поле Б6 и могут сыграть ЖФ2. Но самое главное, в этой позиции нельзя играть на поле Е3. Это проигрывает, потому что белые играют А с Ж1, то есть, занимают нижний двойник. Ну и после того, как черные отходят, ну, допустим, на поле Ж5 играем СБ2 именно таким образом и шашки белых постепенно проводятся в дамке. То есть, допустим, на такой ход уже можно пойти вот таким образом. То есть, занимаем пересечение большой дороги с двойником дамкой. Ну и на ход, допустим, ну, допустим, на Д8 уже играем Б3 и постепенно проводим свои шашки в дамке. То есть, на ход дамкой на Д8 в этой позиции важно точно сыграть именно СБ4. Вот знание этой позиции помогло мне одержать победу над Гроссмейстером. Ни много, ни мало, друзья. Кстати, это единственная победа в очных соревнованиях, которую я одержал над Гроссмейстером. То есть, в этой позиции нельзя играть АБ4, это ведет лишь к ничьей. Играем именно СБ4 и в дальнейшем проводим шашки в дамке. Здесь проблем не возникает. Если же в этой позиции сыграть АБ4, то черные уже сводят позицию к позиции Саргина. То есть, они играют дамкой на поле А5, и если белые играют дамкой на поле Ф2, они играют точно дамкой на поле Д8. Надо играть БЦ5, и здесь есть точная защита за черных. То есть, сперва, друзья, видите, нельзя нападать с этого поля, потому что дамка черных погибнет в петле. Надо разрушить петлю, то есть, напасть на дамку сперва, ну и куда бы белые не отошли, допустим, на Ж1, или Е3, тут без разницы, ну допустим, на Ж1. Теперь уже, видите, нападаем точно на шашку С5, то есть, выгоняем ее, потому что если белые сыграют СБ4, черные займут большую дорогу. Поэтому надо отходить. Теперь ставим дамку на большую дорогу и ставим заслон, то есть, видите, белым в дальнейшем будет мешать собственная же дамка на поле Д4. И теперь уже нападаем на шашку Б6, надо отходить, и нападаем на шашку С3. Вот это единственная ничья. Друзья, более подробно как защищаться вот в этой позиции я уже снимал видео, называется позиция Саргина и позиция Цирика. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот эта позиция уже возникает в игре очень часто, и ее важно знать на зубок. То есть, цейт ноте можно здесь легко ошибиться. Я видел, как мастера спорта даже ошибаются в этой позиции. Но теперь все-таки рассмотрим ничью в позиции Сокова. То есть, на ход дамкой на Ц5 играем за белых дамкой на поле Ж1 и черным надо играть дамкой на поле Е7. Здесь у белых есть несколько ловушек, то есть, позиция очень сложная. Здесь обороняться гораздо сложнее, чем в позиции Саргина и Цирика. То есть, есть несколько атакующих ходов. Если белая дамка играет на поле Е3, то в этой позиции важно запомнить, надо играть либо на поле Д8, либо на поле H4 для защиты. Обратите внимание, что нельзя в этой позиции играть на поле F8, потому что белые красиво побеждают. Запомните вот этот прием. То есть, белые занимают бортовое поле, ну и на любой ход черной дамке они красиво жертвуют шашку и зажимают черную дамку на тройнике. черным некуда ходить, им приходится сдаться. Если же, друзья, в этой позиции белая игра дамкой на поле F2, то важно запомнить, что здесь надо наоборот играть дамкой на поле F8, только этот ход ведет к ничьей. Обратите внимание, что нельзя играть дамкой на поле D8, потому что белая игра CB2, ну и все сводится к уже рассмотренным нами позициям. То есть, допустим, на такой ход играем так, на такой ход так, и на такой ход именно CB4. То есть, тут уже выигрыш. Проблем нет. А если же в этой позиции черная игра дамкой на поле H4, тогда белые и здесь также у черных проигрыш. То есть, в чем тут суть? Друзья, тут нельзя нападать дамкой по большой дороге, потому что белые закрываются. Ну и на любой ход черной дамки, допустим, на поле D8, мы уже играем CD4, и белые шашки свободно проходят дамки. То есть, видите, у них еще и дамка сзади шашек находится. Здесь очень удобно выигрывать за белых. Ну, давайте рассмотрим полностью защиту за черных. То есть, на ход на E3 играем именно на D8. Ну, здесь у белых есть несколько вариантов. То есть, если на ход Cd2, допустим, белые играют CD2, тогда уже черные могут здесь сыграть, то есть, напасть дамкой. Видите, по большой дороге надо закрываться, нельзя отдавать большую дорогу. И черные нападают на шашку D2, она здесь беззащитная, то есть, надо снова закрываться, и будет ничья повторением ходов. То есть, такой вечный шаг. если белые играют EF2, тогда снова занимаем за черных поле E7, и эту позицию мы уже видели. То есть, здесь снова повторяется позиция. Если же белые играют дамкой на поле H6, тогда занимаем снова нижний двойник, ну и позиция также повторяется. То есть, какие еще ходы здесь есть? Ну, есть еще ход за белых CB2. Если белые играют CB2, тогда уже точно нападаем дамкой с поля А5. Отходить, видите, нельзя, потому что черные зайдут в любки и будет ничейная позиция. Поэтому белым надо закрываться. Ну, тогда возникает уже ничейная позиция Цирика. То есть, на такой ход белые рано или поздно сыграют Б3. Ну, черные могут в этой позиции обороняться по нижнему двойнику. Эту позицию я уже рассматривал. Также, кто не знает, как раз я называл, позиция называется Цирика и позиция Саргина. Она ничейная. После хода CB2 у черных единственный ход, надо нападать, белым надо закрываться и снова единственный ход дамкой на поле Ц5. И партия после хода Б3 сводится к ничейной позиции Цирика. То есть, друзья, рассмотрим в этой позиции атакующие планы за белых, как можно атаковать. То есть, на ход дамкой на поле Ц5 черных мы нападаем на дамку. Черным надо отходить только на поле Е7. То есть, вначале мы играем на поле Е3. И теперь черным надо играть либо на Д8, либо на Х4. Ход дамкой на Ф8 проигрывает из-за такого и такого плана. То есть, белые здесь выигрывают. Это мы уже знаем. То есть, если черные здесь правильно играют на Д8, мы уходим на поле Ж1. Теперь черные занимают поле Е7. И мы занимаем поле Ф2. Черным здесь надо обороняться только на поле Ф8. Это единственный ход. И тогда мы играем на поле Е3. Черным надо играть на поле Е7. Снова единственный ход. И здесь уже играем ЦБ2. Черные нападают единственный ход. Все остальное проигрывает. Мы закрываемся. И затем после вот таких ходов все сводится к ничейной позиции Саргина. Где также надо играть очень аккуратно за черных. То есть в принципе если черные не знают вот это сложное окончание то они здесь очень большая вероятность того что проиграют. Друзья сегодня мы с вами совместно разобрали сильнейшие планы за черных и за белых атакующие и защитные. То есть если вы знаете как играть в этой позиции то вы никогда не проиграете скорее всего ну если будете атаковать то будете скорее всего всегда выигрывать. Если вам понравилось данное видео то пожалуйста поставьте большой палец вверх подписывайтесь на канал можете поделиться этим видео в соцсетях пишите ваши комментарии задавайте вопросы если что-либо не ясно я попытался максимально просто объяснить вот эту сложную позицию но все равно если что-то не ясно не бойтесь задавать вопросы как говорится если не знаешь лучше спросить то есть не надо нести от себя тяну спросите я отвечу друзья играйте много играйте честно увидимся на шашечных баталиях до свидания до свидания Продолжение следует...